Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем с вами проходить такой увлекательный мод, как Пиксель Мон. Ну и конечно же серию я буду начинать на том же самом месте, где и закончилась предыдущая. Ну и посмею я вам напомнить, то что предыдущую серию мы закончили именно в тот момент, когда пришли в нашу крепость и уже были готовы окунуться в недра Эндер Портала. Ну и прежде чем продолжить наше начинание в этой серии, я бы хотел сказать то, что помимо всех тех новых покемонов, которые мы исследуем в этом измерении, я хотел бы исследовать еще нескольких, это два не совсем новых покемона, они уже давно лежат у меня в ПК, в ожидании чего-нибудь новенького. Первый покемон это Тепик, маленькая такая няшная свиночка огненного типа, ну а второй же покемон это Райрон, что-то примерно среднее будет получено при скрещивании носорога с камнем. Именно думаю то, что с этой компашкой, еще с немножко стариками нашими покемонами, мы и отправимся в измерение нашего Энда. Ну и конечно же, прежде чем отправляться в измерение Энда, я бы хотел произвести небольшой интерактив. И интерактив касается того, что в прошлой серии я у вас спрашивал, что это за покемон. И первым конечно же, кто правильно ответил, был этот человек с вот этим комментарием. И звать конечно же нашего Гвардоса теперь будут именно так. Ну и в продолжении нашего интерактива, в этой серии я бы хотел у вас спросить, что это за покемон. Ну и первый человек, который напишет комментарий с его именем, будет иметь возможность назвать его самостоятельно. Ну а также хочется выразить отдельную благодарность всем людям, которые пытались угадать этого Гвардоса. А также всем людям, которые в принципе оставляли комментарии под предыдущими видеороликами. Ну и на такой прекрасной ноте мы с вами продолжаем путешествие в наш эндер мир. А вот и сам энд, попростите. Я конечно всего ожидал, но увидеть дракона я ожидал здесь в последнюю очередь. Так ладно, я вижу уже здесь много новых покемонов, которых я до этого не видел. Но к сожалению, наша первая очередная задача это дракон, которого нужно сейчас попробовать каким-нибудь образом побороть. Я вообще не ожидал его здесь увидеть. Ладно, главное, что у нас есть наш Айзек. И с его помощью я думаю, что мы могли бы попробовать взлетать, найти башни и их как-то атаковать. Если бы у меня хотя бы был лук, то было бы уже гораздо легче. Но к сожалению, мы довольствуемся тем, что имеем. Неожиданно наш Топик начинает свою первую эволюцию. Для меня это было так же неожиданно, как и для вас. Ведь я собирался всего лишь уничтожать наши замки. И мы получаем вторую эволюцию нашего Топика, и это Пиг Найт. Он уже является нашим огненным и боевым типом. И ура! Ура, 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 ура! Мы освободили с вами Энд, убили естественным образом дракончика. И собрали с него кучу-кучу опыта. Это все классно, но мы сюда не за этим вообще изначально пришли. Мы сюда пришли за покемонами. Например, привет Гатхарита, 40 уровня. Я абсолютно не имею ни малейшего понятия, что это за покемон. И замечательно с третьего получается квикбола, она у меня ловится. Но прежде чем я даже успеваю ее осмотреть, меня вызывает на бой Белду. Маленький металлический червячок, как я понимаю. Ну что ж, если ты так рвешься и так нуждаешься в том, что тебя поймали, я не могу тебя не поймать. Да. К сожалению, этого Белду я случайно убью. Опа, здравствуйте. Неожиданно. Она встречает босс Апсол. Точно такой же, как вот этот вот маленький, только гораздо больше и яростнее, если на него таким вот образом посмотреть. Он у нас 110 уровня при наших текущих покемонов, да? Но я надеюсь, что у нас будут хотя бы какие-то шансы. Хотел сказать и я, но нашего Звелоуса убили с одного удара. Зато у Годзиллы нашей, у нашего Тиранитара, против него очень большие шансы. И да, замечательно, наша Годзилла побеждает, апает тебе достаточно много уровней и помогает апнуться нашим остальным покемоном. И мы даже заполучаем с нее камень мега эволюции Апсолитит для покемона Апсола. То есть, если все правильно понимают, для того самого маленького покемона, который здесь у нас где-то бегал. То есть, буквально, если я найду сейчас какого-нибудь Апсольчика, с удовольствием я себе заимею. Но прежде нужно разобраться с этой Хатенной, которая успешно желает попасть в наш покебольчик. Как я погляжу, вот эти два покемона, которые мы здесь поймали, они оба являются психическими типами покемонов. И если я все правильно понимаю, то здесь у нас в измерении Энде преобладает именно такой тип покемонов. А вот и наш маленький Элгиум. Я нашел того Элгиума, который не пытается меня сразу же убить и напасть. И замечательно, с первого квикбола я его ловлю. Тоже он у нас является психическим типом. А вот привет Апсол, это 21 уровень. В принципе, тут их двое. Я думаю, что ты был бы неплохим нашим кандидатом на поимку. И замечательно, таким вот образом, Апсол я тоже вношу копилку покемонов ловлю. И что же ты у нас такой, Апсол? Я так понимаю, ты что-то среднее между конем и собакой. И я абсолютно ничего о тебе не знаю. Даже как и наш Покедекс, судя по всему. И если я все правильно понимаю, у тебя нету никаких эволюций. Ну и да, зайдя на покемон Вики, я полностью убедился в том, что у нас Апсол не имеет эволюции. И не является покемоном, который эволюционирует из кого-то. Ну и прежде, чем ловить других покемонов, я успешно здесь еще одного босса наблюдаю. Это какое-то невероятное везение, то что мне на запись попадает сразу два босса. И это мега эволюция Абры, покемона которой тоже у нас имеется. И я надеюсь, что наш Теренитар попробует с ним справиться. И у него, я как погляжу, есть даже неплохие шансы с этим. И замечательным образом наш Теренитар одерживает верх над Алаказамом. И мы получаем некоторые ништячки. Но самое главное, мы получаем камень и мега эволюция для нашего Абры. Но прежде, чем давать камень и мега эволюция для Абры, у нас до сих пор здесь лежит Абсолютит. Для нашего Апсола, который теперь, если я все правильно понимаю, может у нас мега эволюционировать. Да, и его мега форма выглядит, ну я бы сказал, что очень даже, очень, очень даже классно. Если бы он повернулся к нам лицом, это было бы даже еще шикарнее. Но, к сожалению, он у нас очень стеснительный. Но, к сожалению, чем-то кроме внешнего вида наш Апсол похвастаться не может. Но зато, я надеюсь, своей великолепной силой может похвастаться наша Кадабра. Теперь мы нашей Кадабре, получается, мы даем наш камень мега эволюция Алаказит. Но при этом он не может мега эволюционировать. Это все потому, что он не является финальной стадией своей эволюции. И сколько бы уровню я ему не дал, он не достигнет своей финальной стадии. А все потому, что Кадабра эволюционирует на последнюю свою эволюцию только при обмене. Но я надеюсь, рано или поздно у меня все-таки получится обменяться и эволюционировать Кадабру. Тем более, что я знаю способ, как сделать это в одиночку, и обязательно его вам покажу. Ну что ж, привет, Ваба Фет. Это очень классный покемон, но классно у него только его внешность. И все его знают по команде R, которая очень с ним много времени проводила. Но в принципе, поймать этого Ваба Фетта мне не составило абсолютно никаких проблем. Вы только приглядитесь. Еще один босс, причем еще один мега босс. И снова наш Алаказам. Серенитар уже показал себя в бою против нашего Алаказама, только предыдущего. И я надеюсь, что он повторит свой подвиг против этого. Кстати, посмотрите, во второй раз камень и мега эволюции нам не дают. Это очень интересно. Привет, покемон, которого зовут Дрампа. Ты очень забавно выглядишь. Ну что ж, давай ловимся, Дрампа. Да, замечательно, из первого даже Квикбола ты поймался. А это, по-моему, первый покемон, который у меня здесь получилось поймать не психического типа, а полностью типа дракона и нормального. И Соло-рок какой-то. А, стоп, я Соло-року уже ловил, но я не помню такого покемона, ну ладно. В любом случае, мне с тобой сразиться было бы очень интересно. Еще немного побегов и уделив время покемонам, я умудрился поймать такого маленького миленького миниора, который абсолютно не имеет никаких эволюций, но достаточно вариативный в плане своих возможностей. И вроде я здесь достаточно времени провел и достаточно здесь всех изучил. Чтобы констатировать то, что вроде как бы всех покемонов, которые здесь есть, я умудрился найти и поймать. Кроме, естественно, вот этой вот гад-хиты. Но вполне естественно то, что, возможно, кого-то я умудрился упустить, потому что банально кто-то не заспавнился. Но здесь, сейчас, когда я побегу исследовать дальние земли, которые у меня открылись после убийства дракона, и пройдя, естественно, через вот этот портал, я смогу найти всех тех покемонов, которых смог упустить каким-нибудь несчастным образом вот здесь. Что же, вот получается портал в наши далекие земли. И пришлось тут построить небольшую такую длинную дорожечку, чтобы попасть сюда, и кидаем эндерпел. И замечательным образом я здесь появляюсь, тут уже растут наши коросы и бегают наши покемоны. И мне остается только бегать здесь изучать и пытаться качаться, в первую очередь, для того, чтобы эволюционировать всех тех покемонов, которые я запланировал на эту серию. Побегов еще немного, я умудрился поймать такого замечательного покемона, как Брэндзор, который выглядит как небольшая маленькая шестереночка с панцирем. И он же будет являться вторым покемоном металлического типа. Неожиданно для себя, я поймал еще одного нового нашего покемона. И имя ему Сиглюб. Я не знаю, что это такое и что он из себя представляет. Если я все правильно понимаю, этот покемон является единственным представителем своей линейки эволюции, и такого вряд ли где-то еще и можно встретить. Мне было бы интересно узнать его историю. Впоследствии, возможно, так и случится. А еще я наблюдаю первую нашу крепость, которую мы здесь смогли с вами найти. Я очень надеюсь, что здесь есть корабль, и он, конечно же, здесь у нас имеется. И стоит попытать свою часть и попробовать найти там что-нибудь интересное в плане ресурсов. К сожалению, в сундуках здесь ничего такого интересного нет, кроме пары слитков, возможно, какой-то брони. И вот такой вот маленькой реликтовой колдинки. Она может быть продана нашему шоп-киперу. Я очень надеюсь, что эта монетка часть какого-то квеста, а не просто вещь, которую я мог бы кому-нибудь сбагать. В ином случае, я, конечно же, в ней буду очень разочарован. Ну а также немножко здесь побегов. Я нашел еще одного здесь босса, еще одного Алаказама. Который, получается, от меня только что сбежал. Что? От меня сбежал сейчас босс. Босс испугался и сбежал. Это что-то нечто. Что ж, побегов здесь еще немножко, я нашел тоже очень увлекательного покемона. Которого зовут Хатрем. Я не знаю о истории этого покемона так же, как и его эволюциях. Как, в принципе, и о большинстве покемонов, которые обитают у нас в эндер мире. Но это не помешает быть ему нашей копилочкой. И, возможно, то, что он является в своем роде уникальным. И побегов немножко еще по измерению нашего энда, я все-таки решил поймать еще одного Апсола и ему уже дать камень Абсолютита. Этот Апсол у нас и будет являться пятым уровнем. Его прокачать и ему дать в лучшие перки, мне кажется, было бы оптимальным решением. И, возможно, у нас будет даже сильнее, чем вот этот Апсол 40 уровня. А вот этот Апсол 40 уровня я успешно с вами отправляю на волю. И пусть у нас дальше скитается, но уже без нас, к сожалению. Тем более, что он сам-то не особо хотел к нам присоединяться. Что ж, в таком случае тогда Апсол побудет у нас постепенно в нашей команде. И будем мы его дальше со всеми остальными покемонами вместе раскачивать. Ага, есть какой-то еще Лунатоун. Достаточно интересный покемон, я бы сказал. Тем более, что где-то здесь неподалеку также бродит покемон примерно с таким же смыслом, но в виде уже солнца. И замечательным образом я поймал этого покемона, похоже, на полумесяц. И на удивление мне помог это сделать Апсол нашего темного типа. На удивление, наверное, для себя и для всех остальных, я здесь нашел еще одного такого замечательного босса. И им является, конечно же, наша солнышко. И давайте сейчас попробуем его удалить. Я сомневаюсь, что с него что-то интересное выпадет. Ну и, как я и говорил, с него падают не особо интересные вещи. Но зато это был прикольный покемон, на котором можно было очень много покачаться. Аж по 1000 XP он дал для каждого. И еще, конечно же, нам на пути встречается один босс. К сожалению, раундерного типа, но главное для нас то, что у него высокий уровень, и на нем мы сможем легко прокачаться. С него мы получаем еще один Абсолютит и для всех, и новую конфеточку. И наш Пигнайт начинает нашу новую эволюцию в свою финальную стадию, достигнув в тех самых 36 левела. И сейчас он выглядит как невероятная гигантская Эмбоа. К сожалению, по-моему, его не так не почитается, но тем не менее. Выглядит он просто невероятно классно и сурово, а также обладает классными перками после прокачки. Ну и в следующем нашу копилку всех покемонов попадает Белдиум, которого я тут же недавно поймал. Очень долго я гонялся именно за этим типом покемонов, и почему-то у всех их у меня получалось убить с одного удара. Но этот малыш показал невероятное желание присоединиться ко мне в команду. И как можем мы с вами поглядеть, Белдиум это является только первой стадии эволюции, и у него их аж три. И на третьей стадии он представляет вот такую небольшую металлическую черепашку. И в силе, мне кажется, он не будет уступать даже моим сильным покемонам. Металлические и психические типы дадут ему эту возможность. И даже я думаю, что его можно будет с вами отнести к тем типам покемонов, которые я хотел бы проавредить. Ну, как я и говорил, буквально подняв себе один уровень, он у нас эволюционирует нашего Метанга. И выглядит как летающая металлическая голова с ручками. Несмотря на то, что у него сейчас достаточно мало движений, все они являются уже сейчас достаточно мощными для его турни. Ну и в одном из летающих кораблей я нашел еще одну реликтовую конфетку. На этот раз она серебряная. И я надеюсь, что она нам впоследствии сослужит какую-нибудь службу. Ну не, это по-моему уже бесполезно. Я тут уже который час летаю и ничего кроме тех покемонов, которых я уже видел, здесь не нахожу. Из этого можно сделать полностью уверенный вывод, что всех покемонов, которых только можно было бы найти в эндер измерении, я успешно нашел. Значит, сейчас же первым делом нам нужно отправляться домой. Ох, дом милый дом. Как давно я здесь не был, как я соскучился под себе. Сразу я встречаю нового покемона, которого никогда не ловил и никогда не видел. Лайн-Он, похоже на маленького скунса. Ну что же, Лайн-Он, я надеюсь, что ты очень сильно хочешь попасть к нам в команду. Замечательным образом мы его успешно ловим. В следующей серии я, надеюсь, смогу успешно раскачать вот этих наших трех покемонов. Звелоуса, Райтона и Метанга. Для того, чтобы буквально в следующей серии прокачать им 1-2 уровня и успешно их эволюционировать. И показать вам успешно эту эволюцию. Но сейчас же я хотел бы попробовать скрафтить Хейлер, который позволит нам лечить наших покемонов. Как бы в нем особой необходимости у нас абсолютно нету, но нас его просили сделать по квестам. Для него у нас все абсолютно уже готово, и мы можем замечательным образом его отсюда забирать. Мы выполняем с вами квест, получаем какую-то голову и какой-то череш-бол. Ставим мы наш Хейлер, можем в нем лечить покемонов, но, как я и говорил, в нем необходимости абсолютно никакой нет. В принципе, тут еще одна висит сюжетно важная ачивка, и она называется скрафтить покебол. Как я и говорил, покебол я здесь не крафчу, но раз ачивка просит, мы должны это сделать. И банально собираем это все на нашем крафтином столе и получаем покебол. Но самое важное, мы забираем отсюда ачивку. Ну а дальше у меня идут такие, также сюжетные ачивки, касающиеся поимки огненного типа покемонов, а также крафта Грейтбола. Но я думаю, то что этим и еще невероятно классной штучкой мы займемся уже в следующей серии. Ну а пока я вынужден с вами прощаться. У микрофона был как всегда ваш поклон слуга Мамору. А дальше только интересней. Но я не прощаюсь.